Многогранность проблемы коморбидности и полиморбидности на современном этапе развития клиники внутренних болезней – тема, интересующая терапевтов всех стран мира. Ей была посвящена 8-я международная конференция Евразийской ассоциации терапевтов, которая в этот раз прошла в Новосибирской области. Медицинское сообщество ставит перед собой серьезные и амбициозные цели, которые озвучил в майском указе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В нем, помимо прочего, большое внимание уделено демографической ситуации в России, достижении естественного прироста населения и увеличении продолжительности жизни. Организаторы решили уделить внимание проблемам максимально приближенной к практике терапевта. Это проблемы старения, полипрагмазии, морбидности, полиморбидности, сложности в достижении целевых уровней и лечении основных неинфекционных заболеваний, поскольку это главный путь к снижению смертности. Актуальные вопросы и новые форматы, где в основном были обсуждения, оставили у участников самые положительные эмоции. Мы отказываемся от формата простых докладов. Гораздо важнее обсуждение острых проблем. У нас было несколько форм таких обсуждений. Это был TED Talks. Вы, наверное, видели его вчера, потому он действительно пользовался большой популярностью. У нас сегодня прошла High Speed Session. Это огромное вовлечение аудитории. Я могу сказать, что насмотрело более тысячи человек онлайн. Это очень важно, чтобы мы могли обсуждать острые проблемы. Даже очень приятно, что, во-первых, к нам приехали издалека, что также с нами делятся своими наблюдениями над больными. И вот это вот, ну, лично меня, например, просто восхищает, что нам передаются такие знания из первых уст, что мы можем критически к чему-то подойти. Ну, мы следим и литературой, и в интернете мы следим за всем, что там, так сказать. Вот. Но когда тут можешь ты задать вживую вопрос и в чем-то даже, может быть, поспорить, то это очень приятно. Одной из острых проблем на сегодняшний день специалисты считают вопросы при диабете. Можно ли считать это состояние начальной стадии заболевания? Научные исследования показывают, что осложнение хронического характера начинает развиваться уже на преддиабетической стадии. Когда диагностируют диабет, повреждения органов уже налицо, и предотвратить это невозможно. Поэтому необходимо своевременно распознать это состояние. В последние годы выявление количества преддиабета растет. Почему это происходит? На этот счет у специалистов разное мнение. Мы стали меньше двигаться, больше волноваться, лучше есть. И поэтому метаболический синдром, главным компонентом которого является абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, артериальная гипертензия и дислепидемия, начинает становиться проблемой современности. Сейчас мы наблюдаем пандемию ожирения. Она всегда связана с увеличением числа пациентов с такими состояниями, как ухудшение показателей глюкозы натощак, нарушение толерантности глюкозы, и, наконец, увеличение числа пациентов с диабетом второго типа. Как мы знаем, это основной риск сердечно-сосудистых заболеваний. И на сегодняшний день это наибольшее количество наших пациентов. Мы стали лучше диагнозировать, у нас на сегодняшний день есть тесты, то есть диагноз при диабете, он устанавливается на основании тащиковой гликемии и, естественно, после проведения постпрандиальной гликемии. Существуют так называемые рекомендации, но существуют рекомендации, и когда доктор может, принимая во внимание уровень сахара, это в первую очередь, и уровень сахара после введения, после еды или после введения определенной дозы глюкозы, он может, конечно, установить диагноз при диабете. То есть, конечно, он существует в двух формах, то есть в виде гликемии на тащах и постпрандиальной гликемии. За последние годы были достаточно уникальные данные получены по влиянию нарушений сна на развитие различных эндокринных нарушений. И, в частности, речь идет и о проблеме апноэ сна, о хронической инсомнии, то есть хронической бессоннице. Так вот, сон является уникальным совершенно биологическим процессом, уникальным с точки зрения здоровья человека, его долголетия и качества жизни. Поэтому мы знаем, что если мы лишим сна любой организм живой, то оно погибнет в течение 5-7 суток. Без пищи, без движения организм может находиться гораздо дольше. Так вот, сон выполняет абсолютно витальную функцию в плане здоровья человека. От качества сна, от его продолжительности зависит развитие многих заболеваний. Присутствующим также презентовали завершенные и завершающие регистры, выполняемые под эгидой ассоциаций, в том числе и международных, а также научно обоснованные профилактические программы и доклады. Мой доклад имел достаточно интригующее название. Нелегочный туберкулез – великий мистификатор. Это действительно так, поскольку туберкулез поражает абсолютно все органы системы. Вот даже был найден туберкулезный пульпит, туберкулезный стоматит, туберкулез плаценты, туберкулез глаз, кожи. Вот что хотите, может быть поражено туберкулезом, и, соответственно, абсолютно любой специалист может встретиться с туберкулезом. Но сразу не догадаться, что это именно туберкулез. Вот один из несчастных недавних случаев. Пришел пациент с язвой на половом члене. Она была очень похожа на рак. И доктор тут же сделал ампутацию. Представляете его ужас, когда гистологически там был обнаружен туберкулез. Излечимое заболевание. А ведь уже все, орган удален. И так, к сожалению, бывает очень часто. Когда банальный цистит, пилонефрит, простатит, очень распространенные заболевания, годами лечатся именно как цистит, пилонефрит и простатит, а потом оказываются туберкулезом. Но уже орган потерян, бесплодие наступило, эректильная дисфункция и так далее. Поднимались вопросы не только практики, но и теории, которые дают перспективу развития здравоохранения на 20 и более лет. Но в каких областях внутренней медицины в ближайшее время произойдет научный прорыв? Спикеры разошлись во мнениях. Направление, связанное со сном, оно активно изучается уже последние 30 лет, но не везде оно вошло в клиническую практику. И поэтому мы абсолютно уверены, основываясь на тех фундаментальных и прикладных исследованиях, что вот это направление, именно связанное со сном, с нарушениями сна, является одним из главных столпов здоровья человека. И, соответственно, если медицина будет развиваться по пути, во-первых, определения тех или иных нарушений сна и пониманию их роли в развитии как заболеваний соматической, так и психической сферы, только тогда врач сможет полноценно лечить пациента. С одной стороны, все области ожидаются, потому что сейчас действительно пошли методы молекулярно-генетической диагностики многих заболеваний. Это супер. Я уж не буду говорить про методы лучевой диагностики. Это тоже великолепно. Но, с другой стороны, к сожалению, доступность не так велика, как хотелось бы. Все-таки все аккумулируется в больших центрах. По-прежнему у нас сельские жители этого лишены. Но, тем не менее, благодаря квотам, благодаря технологиям телемедицины, это все уже становится все более доступным. Сейчас все больше отмечается прорыв в области изучения понимания патомеханизма старения сосудистой стенки. А, как вы знаете, любое заболевание, это связано неминуемо с процессами старения, в том числе сосудистого русла. И поэтому прорывы будут, конечно, в области гипертензивных заболеваний, в области артериальной гипертензии. Программа конференции более чем насыщенная. Она проходила в режиме онлайн. Дискуссии, лекции, мастер-классы, разборы клинических случаев, скоростные сессии. Были представлены и конкурсные работы. В рамках конференции прошел конкурс молодых ученых. Я могу с гордостью сказать, что из 19 работ, полномасштабных работ, представленных, комиссия отобрала одну работу, и она получила действительно первое место. И это было рассказано всем, и она получает очень много льгот. Потому что на следующие съезды это будет уже грант, который позволит ей принять участие в следующих мероприятиях. Эта конференция принципиально позволила ответить на целый ряд вопросов. Мы задали себе вопрос, могут ли новые форматы, которые используются сегодня, быть интересны врачам, интересны медицинскому сообществу. В чем проблема? В том, что в основном эти форматы применяются не в медицине, и впервые мы попытались объединить их в рамках конференции Евразийской ассоциации терапевтов. Это формат дискуссии, который мы называем формат «поскоростная сессия». Это формат прямых вопросов и ответов, которые врачи задают лекторам и беседуют с ними. Это формат коротких споров и коротких лекций между специалистами. Это огромный пласт подачи информации, которую мы затронули и увидели очень живой отклик медицинского сообщества. Мы должны понимать, что проблема развития медицинского образования сводится не только к освещению критически важных сегодня тем, таких как ингибиторы АПФ и рак легкого, такими как предиабет, таких как использование полипилы, полиморбидности, но это также и подача информации. И с этой точки зрения, я считаю, что мы справились очень удачно, потому что впервые новые форматы привлекли очень живой интерес со стороны медицинского сообщества. И я считаю, что это удачный результат. Самое главное, это утверждение тех принципов и согласованных позиций, к которым наши эксперты пришли. Вы, наверное, видели книжечку, которую мы раздавали нашим делегатам. Это книжка «Согласованные позиции по контролю состояния почек у больных, получающих оральные антикоагулянты». Это тяжелый вопрос, требующий большого объема знаний. Там максимально упрощена эта проблема. Мы готовим к следующему году несколько таких положений. Прежде всего, я сожалею, что не мог присутствовать вчера. Из-за моей языковой проблемы я не посещал много лекций, но могу сказать, что почти пять месяцев назад мы начали планировать эту конференцию. Система планирования. Все этапы в течение этого времени прошли очень плавно. Все договоренности соблюдены. Здесь очень хорошо. Атмосфера Конгресса фантастическая. Конгресс-центр отличный. Мы можем видеть, как люди ходят с одной сессии на другую. И похоже, что все работает гладко. В нашей собственной сессии было три лектора. Так как я не знаю русский язык, мои слайды были переведены на русский язык, что очень помогло зрителям. Был переводчик, доступный для меня, чтобы я мог прослушать лекции на русском языке двух других лекторов, а также посетить другие лекции с качественным переводом. Я очень благодарен. Была проделана очень хорошая работа. За два дня конференции был получен огромный срез передовых знаний, известных на сегодняшний день. Специалисты рассмотрели огромный спектр вопросов и стратегии ведения пациентов. В следующем году запланировано два крупных мероприятия. Конференция в Санкт-Петербурге и Международный пятый съезд в Минске, столице Белоруссии.